Сегодня мы рассмотрим матч Скоростов-Кубань-2. Болельщики футбольного клуба Скоростов на Дону раскупили все билеты на следующий матч своей команды. Он пройдет 8 ноября. А соперником будет футбольный клуб Кубань-2, что вызвало такой сильный ажиотаж. К поединку игроки появятся на футбольном поле в 14 часов по Москве и каждая команда постарается выложиться по максимуму. Ведь результат имеет очень большое значение. Ранее между соперниками не было личных встреч. Этот сезон для футбольного клуба Скоростов на Дону начался не лучшим образом. Ведь из-за многих кадровых перестановок команда не демонстрировала прежней сыгранности, так что было потеряно много очков, но постепенно хозяева набрали ход и начали подниматься по турнирной таблице. Так что занимает уже третье место, это дает хорошие шансы квалифицироваться в Еврокубке на следующий сезон. Футбольный клуб Скоростов на Дону в этом сезоне изменил свою тактику. Так что уже не играет от обороны, а старается как можно больше атаковать. Специально для этого в межсезонье состав хозяев пополнил два новых нападающих атакующий полузащитник. На своем поле Скоростов на Дону выступает очень хорошо, проиграв только один поединок за весь сезон. Серьезных кадровых проблем хозяева не испытывают, так как в лазарете только левый защитник. Но на этой позиции у команды хватает опытных футболистов. Этот сезон для футбольного клуба Кубань двух ничем особо не отличается от предыдущих. Ведь команда продолжает демонстрировать свой слишком прагматичный футбол и не боится за вылет, так как занимает 12 место в турнирной таблице. А преимущество над аутсайдерами составляет 8 очков. На выезде Кубань-2 играет от глухой обороны, так что чаще всего гостевые поединки завершаются со счетом 0-0. На выезде именно Кубань-2 меньше всех пропускает, но и забивает гостя в ворота соперника крайне редко. Весь сезон команда проводит стабильно. А в последних пяти турах также были предсказуемые результаты. Три ничи, одна победа и одно поражение. Несмотря на свистывание такой тактики с трибун, главный тренер не пытается что-то поменять. Да и в команде большинство футболистов оборонительного плана не смогут выйти в этом матче на поле. Левый полузащитник и центральный защитник, еще не восстановившийся от травмы. Несмотря на то, что гости являются сильной командой в матче с Коростов-на-Дону. Кубань-2 я советую сделать ставку на победу хозяев или ничью. Ведь они всегда сильно выступают на своем поле и сейчас находятся в хорошей форме. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok